Две недели назад в игре вышел патч, который повлиял на баланс некоторого оружия. Дробовикам увеличили разброс, порезали расстояние убойной силы, а револьверам с темпом стрельбы в 120 выстрелов снизили урон при бонусах от перков и уменьшили аим-ассист. Кроме того, любимую многими скаутку История Мертвеца, которая вместе со 120-ми револьверами главенствовала в Гарниле на протяжении двух сезонов, тоже понерфали. Так что, конечно, сообщество стало искать новую мету. Немного, в общем-то, обидно вышло, как только я сделал ролик про самое популярное оружие в PvP, так сразу на тебе патч, который вычеркнул из топа тупо половину пушек, так что можно воспринимать этот ролик как такое бесплатное дополнение к тому топу DLC на канале Трипл Вайп. Сегодня я кратко пройдусь по самому популярному оружию, которое сейчас можно увидеть в Гарниле, и постараюсь сосредоточиться именно на том оружии, которое до этого не пользовалось большой популярностью. Я поиграл в плейлисты быстрых матчей, поиграл в Выживание, Василиса, посмотрел трекеры статистики вроде ДТР и Трайлс Репорт, так что кое-какие выводы сделать можно. Например, что самым популярным оружием уже вторую неделю остается дробовик Компаньон. Это экзотический дробовик на точной раме, стреляющий одной пулей вместо дроби. Его базовые характеристики и особенно дальность стрельбы просто чудовищны, в хорошем смысле этого слова. Да еще их можно улучшить при срабатывании главного перка. На момент записи этого ролика на сайте Трайлс Репорт этот дробовик обходит остальное оружие не на одну сотню тысяч убийств. Так что да, похоже, что Компаньона будет в ПВП только больше с каждой неделей. И если вы еще не пробовали играть с ним, то сейчас самое время. Из обычных же дробовиков, нормальных стреляющих дробью, популярными остались Уроженец Риса и Ложь Фэл Винтера, конечно же. О которых я уже рассказывал в видео про самые популярные пушки, так что повторяться сейчас не стану. Лишь скажу, что разница по ощущениям от игры с Фэл Винтером есть довольно заметная. После патча он словно приблизился по характеристикам к дробовикам на скорострельной раме. Ну вот вообще дальность не так, к которой привык. Уж лучше с признанным вердиктом играть, который, кстати, в трайлсах встречался не часто, даже в десятку не входит. Также в мету вернулся любимый многими пиковый туз. Револьвер Кейда был в мете на релизе отвергнутых и держался там, наверное, почти год. Потом патч, другой, и все ушло сначала в сторону 180-х револьверов, потом автоматы. Короче, не суть. Главное, что твой любимый экзотический револьвер снова в седле. И снова ты можешь раскидывать врагов в гарниле с перком Мемента Мори, который увеличивает урон и включает радар даже во время прицеливания. Я сам не особо часто играл с ним, поскольку в мете он был только на ПК, а я тогда играл на консоли. Но сейчас, когда 140-е револьверы опять актуальны, вот знакомлюсь с ним, привыкаю и надеюсь, что мы подружимся. Другой же 140-й револьвер Шип также стал встречаться довольно часто. И тут уж, что вам приятнее, Шип или пиковый туз? Лично по моим ощущениям, Шип ведет себя послушнее, если вы играете на геймпаде. Ну вот дальность стрельбы его проигрывает тузу довольно ощутимо, так что зависит все от вашего стиля и темпа игры. Из легендарных же револьверов можно отметить разве что жуткое обещание, но ведь его еще выбить надо. Но ведь его еще с нормальными перками выбить-то надо. А падает он ой как редко. Так что, конечно, проще воспользоваться возможностью все же играть с экзотами, о которых я только что рассказал. Хотя, конечно, если вам нужно поставить экзот во второй слот, то придется попотеть, выбивая эту легендарку у оружейника или из ангра Маракуба. Гораздо выше в топе после патча взобрался мой ненаглядный бастион. То самое чувство, когда сам его из рук не выпускаю уже, наверное, год, а тут его стало в разы больше. Вроде и прикольно, а вроде и... да, бесит иногда нормально так. Так, чудовищная пробивная сила и дальность стрельбы этой плазменки, стреляющей залпом из трех зарядов, не оставит вас равнодушными, как только вы привыкнете к особенностям ее стрельбы. Без шуток, из всех плазменок она самая мощная. Просто если раньше она была более нишевой, то теперь выходит в мейнстрим. Из 120-х револьверов в топе остался лишь магматический молот. Но, строго говоря, я его встречал за несколько игр так редко, что по пальцам одной руки пересчитать можно. Сказывается конкуренция со 140-ми, не в пользу старичка. Так что тем, кого 120-е задолбать все же за два сезона не успели, можно пока погонять с револьвером из испытаний. Из того, что вроде на трекерах не в десятке, но крайне при этом часто встречается, можно назвать дробовик-повелитель волков, крыло бдительности, багрец, посланец и револьвер-полиндром, который как раз совсем скоро снова можно будет выбить из сумрачных налетов. И, по правде говоря, из 140-х револьверов во второй слот, он мне нравится, пожалуй, больше всех. О нем я, может, даже и отдельный небольшой ролик сделаю, когда его можно будет фармить. Вообще, я люблю эти переходные моменты после исправлений в песочнице. Все начинают искать, что работает лучше, какие перки нужны теперь на тот или иной вид оружия и так далее. Особенно круто, если у вас в хранилище есть привычка хранить хорошие роллы оружия, которое вроде и не играет в текущие медиа. Но после очередного патча есть шанс, что какая-нибудь импульсная винтовка превратится из тыквы в самый желанный гадрол. Разработчики сказали, что в следующем сезоне нам стоит ждать еще очереду нерфов и банов, так что мета будет все меняться. Я бы лично с радостью погонял с метой автоматов или импульсных винтовок. Ставь лайк, если револьверы тоже заколебали. Ну а на этом пока все. Выбивайте себе полюбившуюся пушку из видео и играйте в удовольствие. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok